Приветствую, с вами Ви. Ютуб замедляется, а я продолжаю делать вид, что всё хорошо. Кстати, напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы я дублировала ролики в Телеграме или на Бусти. В этом видео поговорим о создании своего маскота. Ммм, принесла покушать актуалочки. Никаких Микки Маусов и Ростовых кукол на футбольном поле. Будем рассматривать такой тип персонажа, как маскот для канала, паблика или витубинга. Упор будет делаться на визуал, а также в классической для меня манере, видео это долгий трендёж о истории моего маскота, заметками, которые я извлекла из своего опыта. Если вас интересует какой-то конкретный совет, к нему можно будет перейти через тайм-коды в описании. А на фоне я символично рисую себе новую апатарочку, как раз таки с маскотом данного канала. А ещё... Капец, спасибо щедрому богачу! За мой первый жизни донат, да ещё такой огромный. Я его когда увидела, я в таком шоке была, просто два часа сидела, пока кот еды не начал просить. Что ж, начнём с того, что прежде всего маскота мы создаём для себя. Да, ему хорошо бы сочетаться с вашим, так сказать, личным брендом, позиционированием. Хорошо бы нравиться вашей аудитории, но прежде всего это ваша зона комфорта, ваше альтер-эго. Так что при создании забейте на любые советы и творите сердце. Впрочем, я уверена, что даже если вы сейчас находитесь в процессе создания, данные и подобные видео вы смотрите не как инструкцию, а в качестве источника вдохновения или поиска каких-то идей. Именно поэтому я сначала разберу скорее идейные, а затем визуальные советы. Классификация. Я бы выделила пять направлений, в которых может проходить ваш путь. Создание маскота на основе себя, на основе уже готового персонажа, на основе названия канала или паблика, на основе личных предпочтений и создание с помощью рандома. Конечно же, эти пункты могут совмещаться, например, мной задействованы все, кроме последнего. Сам себе маскот. При создании маскота вы, наверное, прежде всего решаете, будет это ваша рисованная версия или же что-то совсем другое. Многие креаторы используют автопортрет в качестве представления себя аудитории. И под словом автопортрет кроется как визуальный, так и эмоциональный перенос себя в 2D пространство. Вы рисуете себя таким, как вы себя видите, или таким, как бы вы хотели выглядеть. Некоторые совмещают реальность с вымыслом, рисуя себя, например, с кошачьими ушками или рожками, и называясь обычно своим именем или чем-то очень похожим на него. Однако, если вы решаете создать маскота как что-то отдельное, вы не обязательно должны отказываться от заимствования своей жизни. Например, при создании винтерии я частично брала фишки от самой себя. Я подумала о том, что отличает меня от других, и поверьте, это было достаточно трудно, ведь я обладаю довольно распространенным набором внешних качеств. Каштановые волосы, карие глаза, средний рост и не очень яркий стиль в одежде. В какой-то момент казалось, что найти что-то примечательное невозможно, но это не так. Я вспомнила о своей суперспособности не мерзнуть на морозе, и перегреваться даже в зимнее время. Именно этот факт стал отправной точкой для названия канала, а затем уже и концепцией для Ви. Еще одной причудой, которой я поделилась с маскотом, стали эльфийские ушки. Нет, в жизни я не эльф, дело в том, что я обладаю необычной формой уголка уха, которая при подобной прическе выглядит как маленькое ухо эльфа. Так что вы можете включать маскота различные пасхалки, говорящие о вашей внешности, вашем хобби, особенностях или душевном состоянии. Например, если вы любите шить, ваш маскот, конечно же, может быть швеей, но в то же время вы можете одарить его причудливо сшитой одеждой, или вообще превратить мягкую игрушку с родноцветными пуговицами. А любители поиграть в компьютерные игры могут создать маскота в виде компьютерного вируса или виртуального помощника. У меня и так есть перса! Казалось бы, а зачем вообще что-то изобретать, если я могу взять моего любимого оригинального персонажа и сделать его маскотом? В целом, никто не мешает вам это сделать. Но данный подход может содержать некоторые неудобства. Если ваш персонаж до этого уже использовался в выдуманной вами вселенной, комиксе, аске или чем-то подобном, то аудитория может начать путать личность готового персонажа и маскота. Самый яркий пример, на мой взгляд, это Брис, у которой хоть и два разных персонажа, Брис из комикса и Брис маскот канала, но это часто вызывает путаницу на первичном этапе ознакомления с автором из-за одинаковых имен. Я сама в самом начале не могла понять, кто из кто, и искала информацию на стримах и в ответах на вопросы. Тем не менее, это никак не помешало мне наслаждаться творчеством художницы, так что данный совет крайне опционален. Также он относится к вписыванию маскота в сюжет вашего мира, если он имеется. Думаю, лучше либо не делать этого, либо вписать маскота как второстепенного персонажа, так как все же маскот является проводником между автором и зрителем, а когда он становится еще и героем комикса, его образ перегружается и смешивается. Но в то же время я видела каналы, которые используют маскота как способ рассказать о своей вселенной и наоборот привлечь внимание к своему комиксу или игре. В таком случае это отличный вариант для привлечения потенциального читателя или игрока. В моем же случае Винтерия также забрала себе часть внешних качеств моих старых персонажей. Мии, которая являлась звездным духом, но оказалась мне слишком мэрис юшной. Серьезно, я туда напихала всего вообще, когда создавала ее. И качество предыдущего маскота, когда канал еще назывался Кету Кани, а на экране тусили белые китсуны и белый рогатый кролик. Кстати, я все еще не убрала его из ватермарки ютуба, только его, наверное, никто не видит. Визуализация названия. Довольно короткий пункт. Если в вашем названии уже есть что-то неабстрактное, можно использовать это за отправную точку. Самый банальный пример, если вы назвали канал... Ммм... Грин Фокс. То весьма логично сделаться зеленой лисицей. Но не обязательно делать все таким очевидным. Можно вообще попробовать визуализировать названия, используя ваши внутренние ассоциации. Примерно как при работе с анестезией, когда люди чувствуют цвета цифр, или вкус булков, или звук цветов. По такому принципу, если вы назвались булочка с корицей и сладкий пирожочек, ваш маскот может быть в теплой цветовой гамме и в свитере с блестками, напоминающими вам блестящие кристаллы сахара. И, не знаю, с веснушками, которые выглядят как корица. Думаю, вы уже понимаете, что я пытаюсь раскрыть два принципа построения образа. Когда мы пытаемся максимально стилистически приблизиться к отправной точке, или просто взять ее за основу для своих фантазий, когда в итоговом результате крайне сложно разгадать изначальную задумку. Дальше идет пункт, который стоило поставить, наверное, самым первым в списке. Что хочу, то и ворочу. Вы просто наделяете персонажа тем, что вы любите. И вам будет приятнее смотреть на красивую модельку, и аудитории будет понятнее, что вы любите и чем хотите делиться с миром. Думаю, тут главное не переборщить и не добавить слишком много всего, но об этом мы поговорим позже, когда перейдем к визуалу. Очевидно, у меня в предпочтениях были белые волосы, которые переходили от персонажа к персонажу, и звездочная фэнтези тематика. Кстати, если не ошибаюсь, по такому принципу создавала своего маскота Левия Алекси. Она добавила в персонажа то, что нравится ей, и ее подписчикам. И, кстати, отсюда вытекает следующий способ. Рандом. Доверьте свою судьбу опросу среди подписчиков, по типу, с чем у вас ассоциируется мой паблик, или создадим персонажа по пунктам 1, 2, 3, 4. Сыграйте в паузу челлендж, или создайте персонажа по пинтересту. Вы всегда можете найти что-то личное для себя в получившемся результате и развить его в полноценного маскота. К этому пункту я также отнесу покупку адоптов или кастому других художников. Так поступают многие витуберы, например. Имея примерное представление о персонаже, они вместе с художником доводят образ до идеала. Но будьте осторожны с использованием готовых персонажей чужого авторства, так как различные права на каждый рисунок подразумевают различные использования. А маскот может подразумевать под собой коммерческую деятельность, за которую может прилететь по шапке без должных на то разрешений. Кстати, я вспомнила, что рандом все же повлиял на образ Ви. Однажды я получила комментарий, что мой ник похож на имя какой-то Валькирии, и эта идея настолько мне понравилась, что я добавила Ви из околки в виде першек во время редизайна. Ура, мы разобрались с идейной частью. Надеюсь, данные советы натолкнут вас на размышления и придадут вдохновение. А теперь несколько советов про визуал, который я вынесла за время наблюдения за персонажами. Отличительный верх! Наблюдая за витуберами и артблогерами, я задумалась о том, что главное для подобных персонажей это отличительные признаки в верхней части тела. Лицо на обложке, портрет по плечи или пояс на экране. В этой зоне стоит расположить перманентные отличительные признаки. Что я имею в виду? Представьте, что ваш персонаж переоделся для праздника. Возможно, вы захотите сделать тематический наряд для Нового года или Дня Святого Валентина. Что произойдет, если вы переоденете маскота? Останется ли он, все так же узнаваем среди других. Чтобы избежать потери образа, можно добавить маскоту, например, отличительные черты лица. Необычный цвет глаз, кожи, татушки, взоры, веснушки. Выделяющиеся черты лица у Ви это, например, густые темные брови, не характерные для эльфов. Можно добавить особенности прически, такие как сплит, скрытое окрашивание, цветные пряди, уникальная стрижка или аксессуары. Как мне кажется, этот пункт является причиной, почему среди маскотов так много зверолюдей и других мифических существ. Так как это еще одна возможность добавить какие-то уникальные черты персонажу. Но вы можете пойти по пути сохранения образа через атмосферу и колорит персонажа. Например, правило. Всегда выглядит мило или всегда мрачно. Всегда носит только красное и так далее. Для этой задачи очень хорошо подходят мудборды на Пинтерест и всевозможные эстетики, которые могут помочь в выборе направления не только для создания маскота, но и оформления всего канала в целом. Отдели меня от фона. Еще один важный пункт это то, как ваш маскот будет смотреться на фоне чего-либо. Если вы ведете канал, стоит задуматься о том, как персонаж будет выглядеть на превьюшках. Если вы, конечно, собираетесь его туда ставить. Это, кстати, одна из причин, почему я добавила синее окрашивание в дизайн Ви. Она частично сливалась с фоном, если я хотела сделать его светлым. А еще потому что белого волосых эльфов, ну, просто дофига. Из-за этого силуэт Ви по большему счету напоминает бутерброд из светлого и темного, чтобы оставаться заметной на любом фоне. Это дало преимущество расположении, но и вело некоторое ограничение на ее образ. Я вряд ли буду рисовать ее в чем-то белом. Ну, только если в качестве исключения. Лаконичность. Эх, с этим пунктом я сражаюсь довольно давно. Не зря у нас с друзьями есть шутка, что мои дизайны напоминают дизайны Геншина. Обилие деталей для маскота не лучший выбор, если вы планируете часто рисовать его для превьюшек. Просто представьте, что у вас появилось желание сделать быстрый анонс с зарисовочкой вашего персонажа, а на нем просто миллион узорчиков и украшений. В то же время я понимаю ваше желание сделать дизайн персонажа не слишком простым. Лично для себя я нашла метод первичных и вторичных деталей. Этот совет частично связан с предыдущим. Выберите пару, тройку, ну может пятерку постоянных признаков, которые будут сохраняться у вашего персонажа в любой ситуации, и которые будут просты в воспроизведении и играть на его узнаваемость. Это довольно легко определить с помощью ЧБ-версии или быстрых скетчевых зарисовок, а также ЧБ-зарисовок. Также попробуйте зарисовать только голову с эмоцией вашего маскота, как будто это стикер для телеграмма. Если вы можете отбросить детали, а персонаж все еще узнаваем, значит они являются не такими обязательными. Вы все еще можете использовать их на больших иллюстрациях, создавая, например, аватарку, шапку канала или спрайт. В общем, все иллюстрации, когда арт будет отрисован подробно один раз и не будет требовать постоянных мешательств. Опять же, на примере Ви я могу упростить ее до ЧБ-версии и нарисовать только голову. Я часто использую это для всяких анимированных ставочек. Она все равно будет иметь некоторые отличительные черты в виде эльфийских ушек, густых бровок, определенной прически, хоть и упрощенной, и темных аксессуаров в виде перьев в волосах. Именно благодаря таким зарисовкам я в какой-то момент отказалась от темных меток под глазами, так как они, во-первых, перегружали образ, а во-вторых, плохо смотрелись в миниатюре. И один из главных пунктов всего видео. Маскот может меняться. Это тема, о которой я много думала и переживала, ведь, кажется, маскот создается раз и навсегда. Но он растет и меняется вместе с нами. Он может отражать наши новые интересы и исправляться в дизайне. Конечно, у резкой смены стиля есть определенные риски в виде потери части аудитории, которой может не понравиться новый образ или вас просто могут потерять, не узнав в новом образе. Именно поэтому лично я, как человек, не любящий рисковать, меня лови постепенно. Думаю, пришло время для ее истории. Первый арт был создан совершенно случайно. Когда-то давно Аня Идиот Стиль запустила Дьютиус, на котором каждый участник мог перерисовать ее арт и предложить свой для перерисовки. Таким образом, все обменивались рисунками друг с другом. Именно для этого челленджа я создала арт с грозной королевой Севера. И когда я увидела перерисовку от данного автора, дальше все было как в тумане. Данный образ настолько мне понравился, что остался в моем сердечке надолго, пока в какой-то момент я не переименовала канал Винтерию и не вспомнила о нем. Королева Севера сначала стала принцессой, а затем и вообще превратилась в ледяного эльфа. Но эти изменения были постепенными, с постоянным сохранением основных атрибутов. Например, черная корона казалась мне слишком пафосной для маскота, так что я быстро сменила ее на другие черные аксессуары. После того, как я почти два года пропадала, изменения оказались, конечно, более весомыми, ведь и во мне поменялось довольно многое. В итоге я потихоньку даже придумала никому неизвестный лор для Винтерии, отдельный от других проектов, и часть этого лора также влияла на ее дизайн. Например, вот этот вездесущий кристалл, который по первоначальной задумке был впаян в тело к механизму Железного Человека, это не просто украшение. Он появился у Ви, когда она сделала выбор принять магию Холода, и этот кристалл одновременно является ее амулетом доказательства силы и дефит ее от Холода. Именно поэтому Ви по канону живет на севере, но гоняет полуголая. Да, я вам уже говорила, что беру эту фичу из жизни, но у персонажа этому хотя бы есть хоть какое-то объяснение. Создавая подобные ролики, я всегда боюсь что-то забыть. И не зря, обычно что-то важное вспоминается через пару недель после залива на канал, но я надеюсь, что это видео было интересным и полезным. Ну а я вам желаю классных и любимых вами маскотов, и хорошего денечка.